У нас люди трудолюбивые, верните нам мирное небо, мы все отстроим заново. Только просто пусть перестанут стрелять. Все вернутся, я больше чем уверена. Кто даже хорошо устроился за границей, все вернутся, все заново все отстроят. Только дайте мирное небо. Да, и в детской сады, и в церкви, и в школы, они не гнушаются, потому что изначально они сделали так, что они разделили церковь. Получилась московская епархия и украинская. То есть они разделили церковь, и теперь они как бы без зрения совести могут уничтожать вторую часть, плохую, нермосковскую. Понимаете? Вот так. К этому шло давно. Сегодня, оглядываясь назад, видно, что была подготовка по многим-многим направлениям. Людей приучали к тому, что есть отдельно, даже церковь разделена. Понимаете? И теперь уже как бы... Да, ударили по церкви, но не по московской же. Правда? Вот так. Это подготавливалось. Но люди, люди хотят домой, люди верят, что скоро будут дома, люди настроены строить, все будет нормально, только вот небо очистите. Они своими действиями объединили даже тех, кто не готов был объединяться. Да, такое есть. Но на самом деле, как я думаю, простые россияне недоумевают, потому что они видят картину ту, которую им показывают. Им рассказывают, что их войска миротворцы. Они зашли спасти украинский народ. Им ведь не говорят правду, что расстреливают мирные дома, мирных жителей. Поэтому они недоумевают вот это вот возмущение в Европе и так далее. Им рассказывают, что они правильно делают. Что они как раз спасают братьев славян. Понимаете? Поэтому простые люди ничего не понимают. Они не понимают, что происходит. А правительство, ну, у них свои цели. Дело в том, что Россия и верхушка, которая там правит, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Есть обычные россияне, к которым мы нормально относимся, как к своим братьям относились и относимся. Есть верхушка, которая нагнетает обстановку. Путин почему-то решил, что он спаситель русского языка и русского мира. Он это начал в ДНР, в ЛНР, в Республике Союз. Он создал там такую обстановку, которая вынудила людей брать и с одной, и с другой стороны за оружие. Создал конфликт, который болью ударил по всей Украине. Нет. По всей Украине. Мы были одной страной, я родилась в Советском Союзе, поэтому люди не понимают. Мы так перемешались за период Советского Союза между собой. Люди в браки вступали, смешанные браки, так же, как у вас здесь. И мне кажется, что ему просто нет дела до людей. У него свои цели. А людям то, что скармливают, они не понимают. Они слышат одно, а видят другое. Они не понимают, что происходит. Их нельзя осуждать. Это правительство. Ведь у нас же тоже. У нас сначала за Зеленского все так обрадовались, что президент. Потом были против него. Но сегодня, когда он не бросил, он остался. Он там, в Киеве, который обстреливают. Огромное количество людей снова поверило в него. Действительно, нас объединили. И уже хочется ехать домой и что-нибудь строить. Может, они поломают старое, и мы построим новое? Может быть, и такое. А Европа и хочет помогать. Пусть поможет. С их помощью мы лучше построим. Есть огромная надежда. У меня в холодильнике мясо. Есть план вернуться. Я не хочу никуда бежать. Я люблю свой дом. Я люблю свой город. Одессу знают по всему миру. Ее не простят. Потому что одесситы, они группируются по всему миру. Это страшно будет, если разрушат этот город. Потому что это не дома. Это колорит. Это люди. Это если на это посягнут, никто не простит. Все вернутся. Планы. Я же говорю, планы вернутся. У меня лежат ключи. Я прикидываю, что я забыла в холодильнике. Я хочу вернуться. У меня там есть еще стирка, между прочим. Вот такие планы. Но самое главное, это пока вывести ребенка в безопасное место. Вот это важно. И так у всех, поверьте. Все уехали с большой надеждой спрятать ребенка и уже строят планы, как быстрее вернуться домой. Что там надо будет сделать, что там надо будет починить, что исправить, что новое построить. Но это нормально для людей. Для всех. Люди трудолюбивые, люди сильные, люди смелые. Просто дайте им. Люди бегут не потому, что даже боятся за себя. Люди боятся за детей. Люди вывозят детей. Мужчины вывозят жен детей и возвращаются обратно, берут оружие в руки. Дайте мир на небо. Мы все вернем, как надо. Все сделаем. Спасибо. 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 Спасибо.